Приветствую вас. Ну, я думаю, что в первую очередь вас контролировать муж начал не просто так, я думаю, что у этого были некоторые причины, по которым он вас контролировал. И, соответственно, нужно в первую очередь на эти причины обратить ваше внимание, то есть, например, ваша заниженная информация, например, страх, ну, допустим, страх остаться от новой, например, или, может быть, что-то еще. То есть есть у вас некоторые субъективные факторы, которые как раз-таки определяют возможность других людей по отношению к вам вас контролировать. Вот. И, на мой взгляд, это вот один из ключевых моментов. Все остальное это в какой-то степени следствие уже. Например, ваше желание угождать людям, да, тоже довольно такой важный момент. Ну, если вот вы, ну, допустим, попадали в такие ситуации, когда подобного рода поведения поощрялась, ну, вашими, опять же, родителями, например, да, короче, короче, как-то вы пришли к тому, чтобы вот, что люди могут вас контролировать, вот мужчины могут вас контролировать. Может быть, это взаимоотношения с отцом, например. Такая ситуация тоже вполне возможно. И вот в первую очередь с этим нужно работать, потому что ваши навязчивые мысли сейчас, навязчивые мысли я имею ввиду про свободу или о свободе, вот. Это, по большому счету, как мне видится борьба со мной собой за, я бы сказал, как раз таки не о свободу. То есть это вот, вы боретесь, боретесь именно за отсутствие свободы сейчас, потому что вы ее боитесь. Если кто-то, если кто-то, ну, допустим, из людей, да, из мужчин смог вас подчинить, например, вот, вот, то, это значит, что у вас были предпосылки для этого. Ну и, соответственно, именно с предпосылками нужно в первую очередь работать, вот, а не с причинами. Я думаю, что он, ну, я думаю, что примерно такой ответ можно вам дать. Это проработка, возможно, и детско-родительских отношений. Это и поиск и определение вторичной выгоды для вас. То есть множество, множество самых разных аспектов. Так что готовьтесь к психотерапии. И вот как раз результатом этого и может стать то, что вы станете более свободны. Или, может быть, наоборот, решите, что вам свобода не нужна. Такое тоже вполне может быть. На этом, в принципе, все, я думаю, на этом можно закончить. Мой ответ я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...